И теперь по порядку. Губернатор Анатолий Бравко общался сегодня с жителями региона в приемной президента страны. На встречу главе Волгоградской области приехала и Татьяна Невоит. Многодетная мать живет в Дубовском районе. Летом этого года в семье произошла настоящая беда. Из-за пожара женщины и семеро ее детей остались без крыши над головой. С просьбой решить жилищную проблему, которая в преддверии зимы стала особенно острой, Татьяна Невоит обратилась к областным властям. Рассказывает Людмила Кухарева. Хорошо, что есть печка, а так совсем никаких условий, нет даже света. Татьяна Невоит показывает свой нехитрый быт. Уже четыре месяца ее семья, в которой семь детей, живет в летней кухне. Повезло объяснять женщине, что во время пожара уцелела хотя бы она. Так мы делаем все сами. Полы стелила сама, все мазала сама. Очень тяжело, конечно, было, да и есть очень тяжело. В село Прямая Балка Дубовского района Татьяна Невоит и ее дети переехали в начале этого лета. На материнский капитал, полученный по случаю рождения последнего ребенка, купили дом на четыре комнаты. Очень радовались. Больше десяти лет семья ютилась в общежитии. Но через месяц после новоселья случилась трагедия. 29 июля деревянный дом сгорел в считанные минуты. Своего младшего сына, двухлетнего Женю, Татьяна вытаскивала уже из огня. Старшая дочь в доме была и младший сын был в доме, сам маленький. Пока я дошла за водой, у нас колонка далековато от дома. Дочка выбежала, убежала навстречу, кричала, мама, пожар начался. Не могу вспоминать. Вместо игрушек то, что осталось от пожара. Недавно отошедший от испуга Женька вместе со старшими ребятами разбирает пепелище. По кирпичику. В огне сгорело все и документы, и вещи. Налаживать быт многодетной семье теперь помогают односельчане. После пожара все люди откликнулись, несли вещи, материальную помощь. Особенно помогли семье Невойд. Это соцзащита, школа, отдел образования, районная администрация. Ну и мы чем можем сельское поселение. На встрече с губернатором многодетная мама едва сдерживает слезы. Трудно вспоминать пережитое. Да и поводов для оптимизма тоже мало. Самостоятельно построить или купить новое жилье женщине, которая в одиночку воспитывает семерых детей, не под силу. Одна просьба помочь нам с жильем. Приобрести дом. Живем мы в мазаной кухонке. Без света. У меня их семеро детей. Да, четыре сына и три дочери. Воспитываю я их одна. Случай в Дубовском районе не оставил никого равнодушным. Многодетная семья не останется на улице, обнадеживает губернатор. Добротный дом для погорельцев из прямой балки уже нашли. Из бюджета будут выделены деньги на его покупку и приобретение необходимой бытовой техники. Конечно, мы приняли решение приобрести новый дом. И при этом, я думаю, что мы в состоянии помочь и той бытовой техникой, которая должна быть в любом доме. Для встречи с губернатором Татьяна Невоит приехала в приемную президента лично. А вот с другими жителями региона Анатолий Бравко общался в режиме видеосвязи. Камышин, Котова, Новониколаевка. За час работы от инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных семей из разных районов области поступило около десятка обращений. Они касаются организации лечения, помощи в ремонте жилья, оказания материальной поддержки. Есть просьбы о приобретении инвалидам, которые прикованы к постели, приобретение ноутбука для того, чтобы общение было. Это очень важно. Общение, наверное, это самое необходимое для тех людей, которые не могут полноценно общаться со своими сверстниками. И, конечно же, мы поможем. Общение с жителями области Анатолий Бравко провел в приемной президента. Раньше она работала в тестовом режиме, а сейчас в полную силу. Она оснащена современными средствами связи и позволяет оперативно оказывать помощь нуждающимся жителям сельской глубинки. Теперь, чтобы обратиться за поддержкой к губернатору, им не нужно тратить время и деньги, чтобы добраться до областного центра.